Кик-шеринг аренды электросамокатов добрался и до Сарова. Граждане быстро освоили новое средство передвижения и теперь на зебрах и пешеходных зонах можно столкнуться с лихачами, которые любят поездить с ветерком. Электросамокат – такое же транспортное средство, как автомобиль или велосипед, а значит, нужно соблюдать и установленные правила безопасной езды. 15 мая на улице Димитрово напротив техникума произошло ДТП с участием электросамоката. Несовершеннолетний подросток, управлявший СИМом, столкнулся с Маздой. Автомашина выезжала с прилегающей территории на главную дорогу и создала помеху для электросамокатчика на тротуаре. За время появления на улицах города электросамокатов напрокат у сотрудников ДТП это первое дорожно-транспортное происшествие с участием средства индивидуальной мобильности. Но горожане уже не раз становились очевидцами падений и столкновений подростков на электросамокатах. При таких случаях на место приезжают участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Техника безопасности. Если вот на велосипедах, как вот смотрим, да, там некоторые ездят с шлема, там на локотники одевают, т.д. и т.п. То есть на данных средствах индивидуальной мобильности я ни разу не видел, чтобы кто-то прибегал к таким мерам. Просто если так вот посмотреть, да, если на скорости там в 25 километров упасть, то есть по-любому будут повреждения какие-либо телесные. Но здесь зависит все от самих граждан. Если ребенку меньше 7 лет, он может управлять СИМом только в пределах пешеходных зон в сопровождении взрослых. Ответственность за нарушения ляжет на родителей, а протокол отправят на комиссию по делам несовершеннолетних. Детям до 14 лет на электросамокате можно ездить самостоятельно, но тоже только по тротуарам. Лица старше 14 лет могут двигаться на электросамокате по краю проезжей части. Если вы покупаете собственный электросамокат, то обратите внимание, что его мощность должна быть не более 250 ватт. В противном случае ваше средство индивидуальной мобильности будет подпадать уже под категорию М. И соответственно, ответственность за нарушения ПДД вы уже будете нести как за мопед или мотоцикл. А скорость движения у них там, она как бы заложена программой. Вот что касается именно городских вот этих вот СИМов, да, там в программе у них заложены. Именно где вот у учебных учреждений, там у них скорость она очень маленькая. То есть как бы какими манипуляциями там гражданин, который управляет данным этим СИМом, не предпринимал, то есть он не разгонится быстрее. За нарушение ПДД электросамокатчики привлекаются к такой же административной ответственности в виде штрафов, как и велосипедисты. Поэтому, если вы хотите избежать нечастных случаев, будьте внимательны. Не развивайте большую скорость, при которой вы не сможете контролировать движение. Не катайтесь на одном электросамокате вдвоем. У кого есть определенный разум, да, кто, например, думает не только о себе, а еще о тех, кто там идут по тротуарам, дети, там с колясками тоже, да, с малолетними, там с детьми, которые находятся. Они же некоторые просто думают о себе, то есть побыстрее как бы прокатиться, разогнаться и все. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.